Бестурботность або неуважливость. За минулий год у Гомельска в области зафиксованы 928 крадежов мобильных телефонов. Это в полтора раза больше, чем в 2018-м. При этом амаль 600 из них отбылся в громадских местах. Вероника Гамзюкова высветляла, как, збиравши свой гаджет. Объектом злочинного замаху мобильный телефон нередко становится прямо на улице. Потерпелые, неуважливые люди, альбо те, чие увагу оттягивают, навмисно. Как правило, зломысников притягивают в незашпиленные кишени, открытые сумки и телефоны, покинутые без нагляду. Людям, которые владеют сотовыми, необходимо пользоваться определенными правилами. Первое, это, конечно же, не оставлять свой мобильник в общественном месте. То бишь, на скамейке или же где-то еще, где вы посещаете бары, рестораны, не забывайте забирать мобильный телефон со стойки. Второе, это, конечно же, не давать незнакомым людям звонить сотового телефона на улице в общественных местах. И третье, не носить сотовый телефон в карманах брюк, где-то во внешних карманах рюкзака, сумки. Как означают специалисты, ранее украденных телефонов изменяли программу, те, как кажут, перепрошивали и спробовали продать. Те первые творцы стали работать гаджеты больше обороненными. Инженер по ремонте мобильных телефонов Антон Чемизау расповедает, что ранее фиксовались выпадки перепрошивки телефонов HDME, уникального номера кожного мобильника. Однако, те первые, это на годы свернуться до правооховников. Сознательные мастера, они просто сообщают в органы, и этим человеком занимаются дальше милиционеры. Потому что очень часто они предлагают выкупить этот телефон на запчасти. Ну, как только вы вставите туда сим-карту, его имей-номер, который является уникальным для каждого телефона. Если телефон находится в списке пропаж, то по этому уникальному номеру имей, его органы найдут, как только человек вставит туда сим-карту. Когда вы нашли мобильный телефон, треба поведомить об этом в милицию. Когда забрать гаджет в себе, такие действия не могут расцениваться, как крадеж. В этом случае можно погрожать как администрационная, так и криминальная отказность. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».